Друзья, приветствую! Александр из Симферополя прислал образцы масла Liqui Moly. Да, не обращайте внимания, посылка была подписана от Кирилла, а прислал образцы Александр. Сейчас увидите в описании. Так, две баночки, свежая отработка. Это у нас Liqui Moly TopTec 4200 новой генерации, новое поколение 530 энергосберегающее масло C3 с допуском SP свежим. Давайте посмотрим. Так, значит, вот свежая запакована, а отработка чуть-чуть протекла, поэтому сейчас я почищу, подпишу. Ну и можно приступать. Образец данного масла у меня уже был, поэтому я сейчас сравню свежий от Александра с эталоном. Посмотрим, что намерит прибор. Ну и можно будет приступать. Значит, Liqui Moly заявляет 8,5, здесь 8,6, 1,91 кислотная, 113 по противоизносным присадкам. Гликоли с сажи нет, все нормально. Ну, в общем-то, 113, да, как я уже сказал, противоизносных присадок чуть больше, может в образец попало, может такая капля была, получилась. Так, все соответствует. Эстеры в данном масле есть. Я посмотрел, примерно три процента, причем не полиэстеры, а обычные. Ну и все, значит, масло оригинальное. На мой взгляд, можно приступать к проверке отработки. Это Skoda Octavia A7 2016 года, двухлитровый турбодизель, 150 стил в базе, чиповано на 190 сил, 220 тысяч пробега, пробег на масле 12300 километров при средней скорости 52 километра в час, это 236 моточасов топлива, а там и добавлена присадка в топливо, добавляется регулярно. Противоизносных присадок в отработке 87 процентов, прибор намерил, гликоля нет, нитрование очень низкий уровень практически, ну минимальное нарастание в районе 5 единиц. Сажи 0,35 процента, тоже нормально, топливная работает хорошо, на мой взгляд. 2,96 кислотная, на единицу наросло, но тоже на 236 моточасов, хороший показатель. И щелочное, посмотрите, 6,7, то есть еще большой запас даже по щелочному. Воды в отработке меньше, чем свежим, видно, что трассовая эксплуатация. В общем-то масло отработало шикарно, возможно здесь заслуга чипа правильного, что экология отключена и масло по-другому работает. Сейчас покажу вам сравнение вязкости свежего отработки. Посмотрим, покажет ли что-нибудь интересное данная проверка. Да, есть момент с загущением небольшим, скорее всего это чип, я думаю, что отключен EGR, поэтому есть загущение, небольшое превышение рабочей температуры и масло загущается слегка. Не забывайте, пожалуйста, отметить видео, поставить палец вверх, подписаться, кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И сейчас покажу вам, как у меня получился прогноз. Прогноз получился чумовой в этом режиме, с такой высокой средней скоростью, посмотрите, почти 28 тысяч километров, 535 моточасов. По нитрованию тоже вообще все шикарно и по вязкости. Ну блин, масло отработало исключительно. Единственный момент, я вот подумал, что я немножко здесь, наверное, все-таки не прав. Надо было щелочное чуть ниже показывать, потому что это 5,8,6 это по ГОСТу для свежего, все-таки прибор коррелирует с ГОСТом для отработки, то есть где-то надо было 7 с копейками выставлять. Вот, скорее всего, был бы и ресурс чуть пониже, не 500, а может быть 400 или 450, но как-то так. Но, тем не менее, масло видно, что крепкое. Это 504-507 Volkswagen. Скорее всего, здесь не менее 30 процентов ПАО, вот что и позволяет показывать вот такие результаты. И, с другой стороны, это дизель, перемещающийся на высокой скорости, средний, то есть отлично работает мотор, несмотря на такой уже приличный пробег 220 тысяч. Ну каких-то проблем не видно ни с топливной, ни с... Вот единственное, что небольшое загущение, как видите, но, скорее всего, это отключенный ЕГР. Плюс вот Александр добавляет присадку. Ликвимоле, Лангзейд, дизель, эдитив, 250 миллилитров при каждой заправке. Вот такие получились результаты. Отличное масло, отлично работает мотор, имейте никаких проблем. Благодарю Александра за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.